Итак, добрый день, дорогие друзья! В эфире традиционная Вилла Академия. И сегодня, как обычно, с вами я, Копылов Кирилл, главный инженер проектов Большого Уральского региона. Сегодняшняя тема называется «Влияние колебаний давлений в наружной сети водопровода на выбор и работу насосов системы водоснабжения зданий». В рамках этой темы мы с вами попробуем рассмотреть вопросы, которые касаются ее непосредственно. Естественно, мы посмотрим, что такое гарантированный напор и, собственно, что с ним не так. Увидим, как работают насосные агрегаты стандартные в режимах изменения давления на входе и насосные агрегаты, управляемые частотным преобразователем. Естественно, как без этого. Увидим, какие на сегодняшний день актуальные требования и нормативные документации присутствуют в части этой темы, касающейся влияния колебаний давления и непосредственно борьбы с этими колебаниями. Ну и, безусловно, я дам пару рекомендаций, связанных с тем, каким бы образом мы могли с вами эти колебания не то чтобы снизить, но максимально исключить негативное их влияние на работу насосного агрегата. Ну и посмотрим пример, как это можно сделать на конкретных установках, конкретных выборах. Итак, с точки зрения процессов, связанных с физическим смыслом, значит, я напомню, что основное уравнение, описывающее характеристику системы водоснабжения, в частности, которую мы рассматриваем сегодня, оно определяет нам три основных составляющих, из которых складывается потребный напор, который мы дальше затратим на то, чтобы доставить воду от источника до потребителя. И среди этих трех составляющих мы с вами видим, естественно, геометрическую высоту подъема, или геодезическую, или там ее в разных источниках по-разному кто-то называет, вот эта вот величина, это разница между точкой источника и точкой потребителя. И это, естественно, как бы первая составляющая, вторая составляющая, это разница давлений между источником и потребителем. Обе этих составляющих представляют из себя сумме статический напор. И третья составляющая потребного напора, это есть не что иное, как потери напора на преодоление сопротивлений по трубопроводу. И, соответственно, арматуре, фитингам и прочим элементам, входящих в состав этой системы. Так вот, наша с вами история, непосредственно сегодня, касается величины под названием P1. П1. Это так называемое давление у источника. В переводе на обычный водопровод, это, собственно, давление, которое имеется в системе наружных сетей водоснабжения. То есть, так называемый располагаемый или гарантированный напор, который дает водоканал в точке подключения. И мы с вами видим, что он оказывает непосредственное влияние, знаком минус, на величину статического давления. Что же касается понятий гарантированного напора, в том виде, в котором нам это предлагает действующая нормативная документация, в частности, SP30. Я бы хотел перед тем, как увидеть актуальную редакцию, показать вам вариант с определением этой величины в предыдущей версии 2016 года с изменениями 1. И здесь мы с вами видим очень забавное понимание, что это даже не напор, а именно давление. И дальше совершенно обескураживающее, на мой взгляд, определение давления на вводе абонента, которое гарантированно обеспечивает водоснабжающая организация по техническим условиям. Но я думаю, все прекрасно знают, что водоснабжающая организация по техническим условиям может гарантировать только давление в точке подключения в своей сети. Но никак не на вводе абонента. И здесь расстояние от точки подключения до ввода абонента может быть, естественно, разное. Его может не быть совсем, а может быть и сотни метров, и на разных отметках, и так далее. Поэтому вот очень забавная история с некорректным определением в предыдущей версии. Ну, либо ее не заметили, либо, как и все остальные косяки того самого СП-30, благополучно пропустили. Есть еще определение, участвующее в формуле под обозначением HG. Это наименьший гарантированный напор в наружной водопроводной сети, который, как бы, ну, уже более-менее это определение подходит под это и самое понимание. Так, ну и, собственно, в текущей редакции, в текущей, прошу прощения, в текущей редакции мы с вами видим исправление этого казуса и, так, в виде того, что теперь это все-таки не гарантированное давление, гарантированный напор. И при этом оставили слово давление. Напор – это давление воды, забавно, но, тем не менее. Подключение к коммунальным сетям водопровода. И здесь внимание, обращаю ваше категорическое внимание, коллеги, на то, в какой момент это давление определяется. В период максимального водоразбора. Таким образом, мы понимаем, что это будет наименьшее значение, чем больше водоразбор, тем ниже давление в сетях, это естественно, поэтому данная корректировка очень важна и для нас является принципиальной. При этом, как вы обратили, наверное, уже внимание на нижний блок H, понятие величины HG гарантированного напора определено в том же самом виде, как и было раньше. Наименьший гарантированный напор. Единственное, что все-таки тут поправили уже и вместо мегапаскалей сделали метроводинового столба в наружной водопроводной сети. Ну, вот, как бы более-менее все встало на свои места, на мой взгляд, и это четко. Что все-таки у нас с вами дальше в этой истории не так? Давайте теперь посмотрим на тех условиях водоканала, которые выдает при проектировании объектов ту точку подключения, в которой мы должны взять воду для нашего будущего строения. Итак, примеры. Ну, естественно, тут наши уральские, екатеринбургские в частности примеры. Значит, точка подключения указана, там какой-то диаметр в том-то месте, располагаемый напор в точках подключения минимум 30. Обращаю внимание, что здесь в формулировке указан располагаемый напор. Не гарантированный, а располагаемый. Располагаемый. Дальше. Еще один вариант. Екатеринбургского, опять же, водоканала. Это трампам-пам, точка диаметра, улица такая-то. Располагаемый напор минимум 25, максимум 30. Уже появляется некая такая вилочка, некий диапазон. То есть уже обозначается, что, возможно, выше, чем 25, может быть, даже 30. Ну и апофеозом моих здесь примеров является пример Тюменского водоканала, который указал еще и вдобавок гарантированному фактический свободный напор в точке подключения. Итак, гарантированный. Кстати, тоже обратите внимание на формулировку, ведь не придерешься потом. Гарантируемый. Не гарантированный, а именно гарантируемый. 26, фактически 48. Что не так с этими всеми величинами? В принципе, все верно, за исключением того, что по факту у нас с вами, и мы все прекрасно это знаем, я надеюсь. То есть нет таких людей, кто еще не сталкивался с тем, что при запуске установок или жилого дома в системе хозяйственного питьевого водоснабжения давление намного выше, чем вот эта величина. Значит, это вот не так. То есть причем разница бывает не просто там в два раза, как здесь, к примеру, Тюменского водоканала. Например, в Екатеринбурге есть места, где дают 25, а по факту 65 или даже 68 метров в одином столбах приходят в течение большей части суток. Приходит более высокое давление, причем достаточно, как видите, существенно. И это для многих, как я в последнее время на семинарах сталкиваюсь, эту историю, значит, для многих это получается... Все думают, так это же классно. Чем выше давление будет на входе, тем легче будет работать насос. По факту мы с вами, к сожалению, видим совершенно иную картину. И насосу гораздо хуже работать с давлением на входе в него выше. В чем же здесь подвох? Почему хуже? Давайте посмотрим. Давайте обратимся к, собственно, формуле потребного напора. Еще раз вам ее напоминаю. И построим график насосного агрегата с выбранной рабочей точкой и, собственно, с характеристикой для этой рабочей точки сети, в которой будет установлен, обращая внимание на данном слайде, стандартный насосный агрегат, то есть без частотно регулируемого привода. Например, наши насосные агрегаты в составе установок пожаротушения. Итак, в рабочей точке насосный агрегат вроде как должен иметь свою расчетную подачу, которую мы определили расчетом для потребности данной системы. Теперь, собственно, у нас есть условия изменения давления на входе переменной. Значит, вот эта величина, если будет меняться, как себя поведет рабочая точка. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы просто должны взять, и я не зря эту формулу вам сюда привел, в формуле расчета потребного напора P1 стоит со знаком минус вот здесь. Соответственно, если мы увеличиваем это значение, не мы, а водоканал, конечно же, то вот эта вот общая величина у нас будет стремиться к уменьшению. А значит, вот эта вся величина статическая, так называемая, о которой мы только что говорили, тоже будет уменьшаться. Что нам дает статическая величина? Она, если вы внимательно смотрели на предыдущий слайд, она дает нам точку выхода парабол. Вот, то есть, вот эта. В первоначальном варианте, в расчетном у нас это было наименьшее значение, и мы имели какую-то статическую, вот такую. После того, как давление на входе поднимается, или, назовем правильным словом, увеличивается, мы с вами получим снижение данного статического составляющей, снижение за счет увеличения давления в ходе, и, следовательно, у нас изменяется точка выхода параболы. Поскольку сетью при этом мы никаких действий не сделали, мы подразумеваем, что она не изменилась, и, следовательно, характеристикой сети, оказывающей на изменение потерь, будет эквидистант на предыдущие характеристики. Таким образом, мы получаем волшебную, замечательную точку, уходящую в право. И в этом режиме мы имеем вероятность попадания на край характеристики насосного агрегата, в которой одна из основных и серьезных проблем, возникающих при работе в этой части характеристики, это, конечно же, перегрузка электродвигателя. Да, там еще дополнительно возникают вопросы, связанные с кавитацией, с вибрацией, с шумом и прочим, прочим моментом, но основное все-таки это перегруз двигателя. И второй момент, это, конечно же, момент пуска. Ведь у нас чаще всего насос включается тогда, когда действительно давление на входе максимальное, и уже после того, как он включился, возникает расход, и давление начинает снижаться. Поэтому это также является еще большей серьезной проблемой, что в момент пуска, заваленная вправо рабочая точка, приводит к серьезным, я бы сказал, очень серьезным пусковым токам. Они и так 7 раз выше номинальных, а тут еще и в связи с увеличением расхода эти токи еще становятся выше, и возникает проблема, связанная с высокими пусковыми токами, приводящими к возможности отключения, в принципе, автоматических выключателей, расположенных в щитке управления, не в шкафу управления, а именно в щитке, который питает этот шкаф, так и, в принципе, связанной с проблемой целостности обмоток. Идем дальше. Значит, если, ну, так для примера вам, просто у нас по какой-то причине давление, кажется, ниже гарантированного, у нас, как вы понимаете, P1 станет меньше, а значит, статическая составляющая увеличится, и, следовательно, точка уйдет как раз вот влево. Теперь давайте рассмотрим вариант, когда у нас насос имеет частотное регулирование привода. Итак, у нас с вами есть режим рабочей точки какой-то, пусть это будет там промежуточный или непромежуточный, точка А, давление на входе в насос, в данном случае конкретно обращаю внимание, что это не давление в адеканале, это именно давление на входе в насос, чтобы нам здесь проще было понимать, что происходит, и давление на выходе, соответственно, давление на выходе из насосной установки 5.4. Ну, соответственно, на порт 3.4 мы с вами, в принципе, даже можем видеть на графике, что, да, примерно так и есть. Это специально нанесено, чтобы было понятно, что никакого мухляжа в этом есть, нет, вернее, да, оговорка по Фрейду, мухляжа есть. И теперь давайте смотреть. Первый вариант изменения давления, оно уменьшилось. Уменьшилось. Ну, в данном случае, как я уже сказал, это такой промежуточный рабочий точек, поэтому уменьшение давления на одну атмосферу приводит к тому, что, как мы с вами видим и только что изучали, значит, характеристика сети уходит вверх на величину, равную изменению давления, то есть на 10 метров, эквидистантно ушла вверх. И фактически, если при этой же частоте насос бы остался работать, его бы точка переместилась в точку А1, то есть с величиной напора 39 метров и 1,39 получается 4,9, что, как мы с вами видим, по отношению к уставке 5,4 меньше. А у нас условие работы любого частотника на повышение давления – это поддержание постоянного давления на выходе постоянное. Таким образом, частотник получает команду увеличить давление. Что он для этого делает? Он начинает увеличивать число оборотов двигателя. И таким образом, характеристика насоса уходит вверх. До того момента, пока у нас давление на выходе не станет равным 5,4 атмосферы. То есть при этом напор насоса увеличился до 44 метров, то есть ровно на 10 метров просадки. Теперь самый интересный момент. Это когда давление все-таки увеличивается по отношению к текущему значению. Давление на входе стало 3 вместо 2. Это приводит к тому, что характеристика сети ушла вниз эквидистантно. Точка смещается вниз вправо и приводит к тому, что давление у нас вырастает. И здесь как бы это все абсолютно логично. Напор насоса становится 26 метров, давление 5,6 атмосферы. Поскольку оно стало выше, чем 5,4, частотнику опять поступает команда на снижение числа оборотов до того значения, при котором напор составит равным давление на входе плюс его необходимый напор, чтобы обеспечить 5,4 атмосферы. Таким образом, напор стал 24 метра. И рабочий режим остался в точке B2. Вроде бы как бы напор у насоса уменьшился. Производительность осталась та же самая. И типа легче ему стало работать, действительно. Но в данном случае проблема заключается в том, что если в предыдущем примере мы видели, что нифига не легче, а наоборот он попадает в зону перегрузки, то здесь он вроде как бы снижает частоту вращения, и ему действительно меньше становится требуемой мощности. Но здесь у нас включается проблема и подвох следующий. У любого частотного регулирования есть предел. Предел заключается в минимальной частоте вращения, которая обозначается производителем в зависимости от того, внешний или встроенный частотник на той или иной величине. Но дальше чуть позже мы, конечно же, обсудим какая-то величина. И таким образом, когда в определенный момент у нас давление на входе будет возрастать до того момента, пока расход будет падать, а чаще всего, да, это самая классическая ситуация, первые два года жизни любого вновь построенного жилого дома, когда количество жителей там существенно меньше расчетного, а давление на входе существенно выше расчетного, у нас возникает работа насоса как раз в области минимальной частоты вращения. И как только у нас потребуется дальнейшее снижение частоты, насос просто будет выключаться, потому что он достигает своего минимума. При выключении давление будет падать резко, соответственно, поступает команда вновь на включение насоса. Он включается и вновь создает избыточное давление больше, чем требуется по уставке, и вновь отключается. Таким образом, у нас возникает очень негативный для работы насоса, во-первых, режим с минимальной частотой вращения, и во-вторых, с очень частыми режимами включения-выключения, которое даже не спасет дополнительный мембранный баг, к сожалению. И вот этот вот момент как раз и у нас достаточно часто встречается, к сожалению, на объектах. И мы не можем о нем не знать, и не можем его никак теперь не предусматривать. А как его можно будет предусматривать, давайте посмотрим дальше. Что нам в этой связи рекомендует нормативная документация? Опять же, привожу к тому, что напомню, что в 30-м СП предыдущей версии 2016 года у нас этот вопрос не обсуждался вообще никак, абсолютно совсем. Единственное, что у нас было там, что надо насосы применять частотным регулированием в связи с переменной нагрузкой потребления, то есть расхода. И как бы, почему я привел именно этот пункт, потому что именно в него внесли в последней редакции изменения, связанные как раз с колебаниями давления. В этом пункте теперь появилась вставка вот сюда, все остальное осталось прежнее. А вот где галочка вставили, вот это замечательное примечание. Про колебание напора в наружной сети более 10 метров водяного столба. Если у нас такие имеют место быть, мы должны применять насосы с частотно-регулируемым электроприводом и точка. Да, только что мы с вами видели сплайт, что оказывается есть у нас режимы, где нифига. Есть ситуации, в которые мы можем попасть и даже с частотником при более серьезных колебаниях на ситуацию, в которой не спасет нас частотно-регулируемый электропривод. И это никак, к сожалению, в данном примере, в данном пункте и вообще в СП-30 2020 года дальше не рассматривается и не обсуждается. Значит, что еще у нас в нормативной документации есть? Конечно же, наше любимое пожаротушение. СП-10, вдруг откуда ни возьмись, появляется пункт 13.12. Для обеспечения заданного давления в системе водоснабжения здания следует предусматривать установку регуляторов давления или других технических средств. И дальше, внимание, первый пункт. На вводе водопровода в здание, и следующий комментарий просто шикарен, если давление в наружной сети превышает значение, приведенное в проектной документации. Вот здесь, конечно, формулировка настолько мутная, насколько это, в принципе, весь СП-10 2020 года. Превышает значение, приведенное в проектной документации. Но, тем не менее, хотя бы мы видим, что есть попытки решить эту проблему установкой регуляторов давления. Причем, я здесь подчеркну особо, не вдаваясь в подробности второго и третьего пункта, а именно на вводе водопровода в здание. То есть, это как раз та самая ситуация, когда у нас возникающие колебания могут привести к тому, что насос будет, мягко говоря, хреново, и он, чтобы его спасти, и он включился и подтушил пожар, должен иметь вот это вот устройство, регулятор давления. Но при этом конкретных условий и так далее здесь не указано. И это, конечно же, наводит на мысль, что дальше, типа, решайте сами. Теперь, что касается, значит, истории, связанной с СП-485, несмотря на то, что, в принципе, мы туда же самую пожарку и автоматическую подключаем в ту же самую сеть, там такого пункта, к сожалению, нет. И вот здесь вот, ну, с другой стороны, хотя бы нет запрета на то, чтобы ставить регулятор давления, и это тоже, с одной, с другой стороны, опять же, с самой третьей, там это начинает радовать, что мы можем решать эту проблему комплексно. Итак, что мы рекомендуем в этой ситуации? Помимо, мы сейчас с вами видели как раз историю, связанную с применением, с требованием нормативной документации, сейчас то, что мы рекомендуем. Причем я бы так прям как бы подчеркнул, что у нас-то даже есть в каталогах эта история. Мы, как специалисты компании ВИЛА, рекомендуем следующие попытки спасти насос от избыточного повышения давления в наружных сетях. Для насосов с постоянным числом оборотов, если колебание давления превышает одну бару, мы с вами рекомендуем, мы вам рекомендуем применять регулятор давления после себя. Ну, то, что мы видели с вами на картинках, и то, что, в принципе, СП-10 нам говорит. Значит, в СП-30, напомню, при колебаниях больше 10 бар рекомендуется применять частотное регулирование, ну, например, в системах пожаротушения ради этого ставить частотник, наверное, вряд ли кто-то будет. Хотя, в принципе, идея интересная, и может быть, когда-нибудь, когда появятся шкафы управления с частотным регулированием для систем пожаротушения, это будет интересно и полезно, и, может быть, даже не потребуется использовать регулятор давления. Но пока их нет, и мы говорим о том, что это спасение утопающего может быть только в результате применения реальных регуляторов давления после себя, которые нужно устанавливать не после, не на напорной стороне, а именно перед. То есть мы спасаем не систему от высокого давления, мы спасаем насос от заваливания его в правую часть характеристики. И это принципиально важно, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Поэтому любое давление на входе гарантированное водоканалом, мы накидываем 1 бар и устанавливаем редуктор именно на эту величину. Все, что будет, колебания выше 1 бара, будет негативно сказываться на пуске и работе насосных агрегатов со стандартным электродвигателем. Что касается частотников, здесь все чуть-чуть сложнее. Мы с вами видели, что да, в определенном диапазоне частотник уменьшает свою частоту вращения для снижения напора насоса, чтобы компенсировать рост давления на входе, но при этом есть предел, и этим пределом является минимальная частота вращения. Поэтому для того, чтобы понять, спасет ли нас частотник в системе водоснабжения, спасет ли насос частотный преобразователь, мы должны определить разницу между давлением на выходе из насоса или насосной установки и давлением, которое насос может создавать при минимальной частоте вращения на закрытую задвижку. Если мы эту разницу увидим, мы ее дальше сравниваем с максимальным значением давления на входе перед насосной установкой. Ну и если давление на входе оказывается больше, чем полученная разница, нам придется устанавливать регулятор давления после себя даже при наличии частотного регулирования. Понятно, что это случаи скорее единичные, но они действительно встречаются, и у меня в практике они были. И на примере я вам покажу фотографии с объектов, даже где это было реализовано. И пример расчета мы тоже сейчас с вами увидим, как раз таки показывающий, что даже при наличии частотника нам потребуется для спасения этот самый волшебный регулятор давления. Ну и собственно вот пример. Значит классический типовой современный жилой дом с двумя зонами. Есть задача подобрать насосные установки, КОС-питье первая и вторая зона, внутреннее пожаротушение первая и вторая зона. По-моему здесь не очень много зданий было, не больше 25 этажей. Значит соответственно здесь мы только ВПВ видим с пожарными кранами. Ну и вот давление расхода на опоры уже посчитаны проектировщикам. То есть как бы это задание от проектировщика на подбор. И есть еще как правило в большинстве таких домов сейчас подземные паркинги, для которых как мы с вами видим напор существенно всегда отличается. Именно ну очевидно по вот этой вот самой статике. Раз они подземные, то мы не сможем, нам не требуется поднимать его достаточно высоко. Гарантированный напор точки подключения для данного объекта по тех условиям подключения водоканала 15 метров одинного столба давления, если и фактическое. А мы знаем его, потому что мы там уже скомплектовали не один дом по соседству. И мы прекрасно знаем, что там давление 58. Конечно же, к сожалению, водоканал эту цифру в своих тех условиях не указывает. Ну должен он это делать или нет, вопрос открытый. Наверное он упирается там в какие-то финансовые вопросы в том числе. Но это уже как бы история отдельная. Поскольку, как правило, застройки все более-менее всем известные. И мы на примере соседних жилых домов можем прекрасно понимать, какие могут быть проблемы и какие реальные фактические там напоры и давления. Итак, собственно, все, конечно же, 5 насосов мы сейчас с вами подбирать не будем. Я в этом не вижу смысла. Значит, мы подберем наиболее критические для понимания того, как на нас скажется вот это вот повышение давления 58 метров. Итак, на хвост питье мы всегда с вами, я уверен, большинство здесь сидящих, все 100%, наверное, даже все 108,5% подбирают насосные установки с преобразователями частоты. И этот вопрос уже, наверное, давным-давно закрыт для жилья, по крайней мере. Для производства я еще могу там согласиться, там туда-сюда, там где-то стандартные насосы поставить. Ну, жилье это однозначно с ПЧ. На пожарку, конечно же, без ПЧ. Соответственно, мы понимаем, что для стандартных насосных агрегатов любое колебание давления, которое превышает 10 метров, рекомендует устанавливать регулятор давления. Поэтому здесь хоть подбирай, хоть не подбирай, очевидно, что раз у нас 15 гарантированное и 58, это значительно больше, чем 10. Здесь бы я категорически рекомендовал устанавливать редуктор давления даже там без каких-то там расчетов. Ну, потому что вспомним формулу, да. Мы берем минимальное гарантированное, добавляем к нему 10 и, собственно, редуктор давления должен обеспечивать именно это давление. То же самое касается, особенно, особенно это касается ПТ-паркинга, потому что здесь, как мы с вами видим, даже если, ну, вот мы 15 добавим к 22, там какие-то еще, может быть, там потери, учтем это. Ну, Т-40, а у нас может прийти 58, может намного больше быть, чем требуется. Но в то же время может прийти где-то промежуток какой-то, который окажется прям вровень с тем, что нужно. И вот это вот как раз наиболее критичная и уязвимая система. Если вот здесь вот, я уверен, возникнут люди, которые со мной поспорят и там нужен он или не нужен. Я готов эту ситуацию обсуждать или даже согласиться. Хотите ставьте, хотите нет, на самом деле это действительно рекомендации. Дальше вы уже оцениваете вероятность этой ситуации и ответственные за сработку или несработку, выход из строя и надежности и так далее. То вот здесь вот обсуждать вопрос даже не имеет смысла, нужен здесь регулятор давления или нет. Здесь почему? Потому что мы можем взять, например, два рабочих насоса, мы можем подобрать рабочую точку не правее, например, а левее. И тогда у нас будет запас на опускание ее вправо. Это уже зависит от, как говорится, ваших желаний и возможностей. Но вот, собственно, исходя из всего вышеперечисленного, я предлагаю, соответственно, подобрать наиболее уязвимую, кажущуюся нам сейчас на первый взгляд, установку. Это установка первой зоны. Что мы делаем? Ну, я думаю, все умеют пользоваться велоселектом, но в самом деле, на всякий случай, сделал пошаговую историю. Значит, заходим в гидравлический выбор. Гидравлический выбор у нас определяет область применения и тип серии, поскольку у нас сейчас актуальными являются именно установки на базе насосов МВИ со шкафом СК-АДУБЛЬВ, как наиболее зарекомендовавшиеся уже не первое десятилетие, с частотным регулированием каждого насоса. Мы, соответственно, потихонечку из водоснабжения перетекаем в положение давления в производственные системы, в установки, в многонасосные и выбираем с регулированной частотой, где ставим галочку напротив МВИ СК-АДУБЛЬВ. Собственно, после этого мы выбираем насосный агрегат по заданной рабочей точке. Я напомню, она у нас представляет из себя 6 кубов в час 50 метров. И это установка с одним рабочим, одним резервным, КОР-2 МВИ 406 СК-АДУБЛЬВ ЕБР. Что делаем дальше? Дальше мы фиксируем для себя модель насосного агрегата на базе этой насосной установки. Выходим из режима подбора. И наша задача сейчас определить ту самую минимальную частоту и то самое давление, которое может создавать насос на закрытую задвижку при минимальной частоте. Для этого мы заходим в поиск продукта. Вот сюда вот. И выбираем в области поиска, задаем, вернее, вводим параметр названия насоса МВИ 408. Вылазит наша с вами необходимая модель, мы ее щелкаем. Получается график этого насоса с очень важной областью. Оптимизировать. Вот эту вот кнопочку, вот эту область мы раскрываем. После раскрытия у нас появляется, значит, два поля подобрать число оборотов характеристики скорости вращения. Выбираем скорости вращения и в свободную первую ячейку с буковкой F вводим частоту. Обращаю внимание вот на вот эти цифры 20-25 Гц. Интервал. Я специально дал именно интервалам, чтобы не привязываться к конкретной цифре. Здесь дальше зависит уже от, как бы, уже более опытных решений. Понятно, что чем ниже частота, тем меньше у нас вероятности, что потребуется регулятор давления. Но в то же время, чем ниже частота, тем хуже в продолжительном режиме может работать насос. Поэтому оптимальный все-таки, я считаю, это 25 Гц минимальной частотой. Минимально допустимый 20. Понятно, что вот для расчета, когда мы считаем необходимость установки дорогущего регулятора давления, лучше пользоваться наименьшей цифрой. А все-таки, когда мы понимаем какие-то настройки при пуске и установке, я бы все-таки рекомендовал пользоваться 25 Гц. Но это так уже небольшой комментарий. Итак, после того, как мы ввели 20 Гц, у нас на графике появилась линия, соответствующая напорной характеристике насоса при 20 Гц. И вот здесь мы как раз берем вот это значение напора при нулевом расходе. Ну, это, как мы видим с вами, 14 метров. Теперь возвращаемся в ту самую формулу, которую я показывал несколько слайдов назад, где мы определяем давление на выходе после регулятора давления. Это давление на выходе после насосной установки минус как раз давление, создаваемое насосом при нулевой подаче и минимальной частоте вращения. Значит, давление на выходе после насосной установки 58, давление насоса на закрытую задвижку при минимальной системе только что померили 14. У нас получилась цифра 44 метра водяного столба. Итак, значит, у нас получается ситуация, в которой теперь мы должны сравнить эту цифру 44 с величиной давления, которое приходит в, собственно, к редуктору давления. Очевидно, по условиям у нас понимания того, что фактическое давление в системе может повышаться до 58 метров, а минимально допустимое, максимально допустимое на входе в насосную установку у нас получилось с вами по расчету 44, то, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что здесь придется установить дополнительно, даже при наличии частотного регулирования, редуктор давления. Значит, обратите внимание здесь на некоторое шаманство, и это шаманство заключается в том, что вот эти цифры, они несколько плавающие будут. Ну, во-первых, мы должны вот эту величину посчитать. Проектировщики это могут сделать на раз-два, потому что они знают все потери. Мы зачастую этого сделать не можем, поэтому очень важно, чтобы проектировщики эту цифру тоже указывали в своей проектной документации. Значит, ну и дальше вот эти вот 58 данные нам в водоканале, в точке, где которая там, как Егор писал, может быть за 2 километра от данного здания, конечно же, определяться будет по факту перед редуктором давления. Величиной потерь до этого самого редуктора давления. Я здесь поставил минус 3 метра. Соответственно, для конкретного того примера оно так и составлялось. То есть, ну, вот у нас тут будет 55, но нам нужно все равно 44, то есть так или иначе эта цифра больше, чем минимально допустимая. Вот. А величину 58, ну, мы с вами обсудим как раз 6 числа, что в апреле подключайтесь на вебинаре. Расчет напором. Должны были это сделать на прошлой неделе, но, к сожалению, у меня не получилось. В результате вот такая вот история. Что будет, если мы не поставим редуктор давления? Мы получим ту самую ситуацию, которую я показывал несколько слайдов назад, когда насос будет опускаться до своей минимальной частоты и начинать работать в такте, вкал-выкал, вкал-выкал. К сожалению, это чревато очень серьезными последствиями разрушения гидравлической части насоса. Поскольку это физика процесса и конструктивно, независимо от того, чугун, металл, это нержавейка или титан, и это также никак не будет связано с производителем насосных агрегатов, со стороной происхождения этой физикой. Будут разрушаться любые насосы, которые попадут в такой режим. Поэтому, да, можно сэкономить на регуляторах давления и ждать, когда разрушатся насосы, и их потом заменить. Тоже вариант, если кому-то покажется, что регулятор достаточно дорогой. У нас были застройщики, которые изначально категорически отказывались их ставить, но после, поняв суть проблемы и финансовые затраты на ее решение, приняли решение все-таки такие регуляторы в своих системах устанавливать. И получается, вот как раз пример, два объекта мы видим с вами на хвост питьевом водопроводе, это именно хвост питьевой водопровод, установлен регулятор здесь, объект поменьше, соответственно, диаметр небольшой, и объект более серьезный, с достаточно серьезным регулятором давления. Кстати, обратите внимание, что они умудрились даже поставить его на виброкомпенсаторах. Выбор регулятора давления целиком и полностью, естественно, ложится на ваши плечи. Вы можете озадачивать правительство регулятора. Там есть три важных фактора. Это правильный выбор КВС, правильный выбор диапазона регулирования. Поверьте мне, если сэкономить и выбрать не тот диапазон регулирования, клапан будет создавать существенные проблемы для работы системы. И третий параметр, это связанный с кавитационными моментами выбор этого клапана по предотвращению кавитации в этом клапане. Ну и с точки зрения пожаротушения, вот как раз пример для установки систем автоматического пожаротушения паркинга. Кстати, вот в том же самом доме, если у них на ХПВ стоит регулятор давления, и стоят регуляторы давления. Причем, обратите внимание, их два. Почему два? Очевидно, потому что трубопроводы подходят к установке два. Вот если кто-то обратил внимание, вот здесь как раз мы видим коллектор насосной установки, входной, и к нему подходят слева и справа два подающих трубопровода, которые оборудованы, каждый из них оборудован регулятором давления. По-другому никак. У нас практически на всех с вами объектах имеет место быть две линии подводящих трубопроводов к насосным установкам. Увы, да. Это не дешевое действительно удовольствие, но надежность включения пожаротушения значительно выше, чем стоимость этих агрегатов. И в завершение отмечу еще один момент, который связан с тем, что мы имеем при выборе, также связанный с колебаниями давления на входе, если вы по какой-то причине установили, решили не устанавливать регулятор давления, то мы должны с вами понимать, что эти колебания давления должны учитываться и при подборе насосов путем складывания давления на входе при его максимальном значении. То есть если у нас дано гарантированно 26, а фактическое 48, то для расчета максимального давления насоса мы должны к максимальному его напору на закрытую задвижку добавлять не гарантированные 26 метров водяного столба, а фактически, то есть 48, 65 или у кого-то еще эта цифра будет больше или меньше. И уже от этой цифры плясать, какое условное давление насоса, корпуса или установки, в том числе, чаще всего мы, конечно, с вами насосные установки используем, комплектные, которые коллектор напорный должен соответствовать, и датчики, и мембранный бак маленький вот этот, который там стоит, и прочее, и манометр, и прочие-прочие вещи, они должны соответствовать вот этому давлению, посчитанному исходя из фактической величины. Если вы не использовали регулятор давления, если регулятор давления стоит, то мы добавляем ровно то давление вот сюда, вот в эту часть, которая у нас посчитана, на которую подобран регулятор давления. Собственно, на этом мой доклад закончен. Всех был рад видеть, хотя бы виртуально. До свидания, всего доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok